Лучшие условия. В Кунгуре ввели в эксплуатацию новое двухэтажное помещение изолятора временного содержания, работа над которым длилась более семи лет. В проверке готовности здания принимают участие уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков и генерал-майор внутренней службы Главного управления МВД России по Пермскому краю Олег Худалеев. В связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию нового изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Межмуниципального отдела МВД России Кунгурский с 25 марта 2020 года ввести в эксплуатацию ИВС Межмуниципального отдела МВД России Кунгурский, расположенный по адресу Пермский край, город Кунгур, улица Боровая, 8. А в рамках открытия для гостей организована ознакомительная экскурсия по территории нового ИВС. Им демонстрируют все отделения от санпропускника до прогулочного дворика. Изолятор позволяет содержать до 50 человек, что в два раза больше, чем помещение старого здания. Есть вентиляция, горячая и холодная вода, медицинский кабинет, пищевой блок, санитарный пропускник, помещение для дезинфекции. Для сотрудников также созданы все условия для труда и отдыха. «Сегодня здесь созданы высокие международные стандарты для обеспечения прав задержанных и подозреваемых лиц. Условия содержания задержанных и подозреваемых будут отвечать всем требованиям ООНовским и Совета Европы, что на наш взгляд очень важно». Старый изолятор располагался многие десятилетия в здании 19 века. Находился в полуподвальном аварийном помещении. Осужденные по этому поводу не раз обращались к ополномоченным по правам человека в Прикамье Павлу Микову. «Писал содержащийся там человек, даже не в свою защиту, а в защиту сотрудников полиции. И он написал, ну я-то здесь временно, 10 суток и уеду в другие условия. А инспекторан-то почему на голову должно все сыпаться, капать, и они в потемках сидеть должны». Также Павел Миков обращается к жителям города с просьбой создать благоприятные условия для исправления тех, кто окажется в изоляторе. «Это ваши родственники, уважаемые жители Кунгура, это ваши, может быть, знакомые, близкие люди, которые будут, ну, вследствие нарушения законов здесь содержаться. Поэтому у меня просьба большая проявить к ним гуманность, если есть возможность помочь следственному изолятору создать библиотеку и создать такую игротеку. Приветствуются при различные книги, журналы, настольные игры, шашки, шахматы». После ознакомительной экскурсии начинается переезд подозреваемых и служебных собак в стены нового изолятора. Что будет располагаться в здании старого ИВС, пока неизвестно. Субтитры создавал DimaTorzok